здравствуй мой дорогой друг и сегодня я покажу тебе одну интересную самоделку из вот такого вот автомобильного ниппеля это новый ниппель пластиковые бутылки и старого аэрозоля неважно у меня это бывший репеллент очень удобная на самом деле распылялка приступим потихонечку первую очередь разберем старый баллон он уже имеет там совсем чуть давление но уже совсем без смеси поэтому мы сейчас возьмем от огнем края и вынимать клапан кстати заранее чтобы мне не говорили я убрал давление мы отогнули края и нужно сейчас будет завернуть края чуть дальше чтобы вытащить непосредственно вот это кольцо ну а дальше дело техники мы края завернули и просто надкусив один край другой получается части разгибаем главное будьте аккуратны ибо края острые таким образом и вынимаем нам нужна только эта часть соответственно эта часть и непосредственно сам сама кнопка сейчас уберем эту кайму мы подготовили убрали бортик убрали заусенцы все теперь нам нужно взять пробку от бутылки просверлить отверстие и затем вклеить в пробку у нас готово отверстие семерочка сняли фаски и теперь пропускаем трубку запрессовываем по месту есть села уплотняем немного все теперь можно все сажать на клей также дополнительно на соду как и снаружи так и изнутри наша пробка склеилась как снаружи так и снутри ну и теперь логично что да мы можем теперь закрутить ее на место и у нас получается вот такая вот штука типа типа распылитель ну что же дальше то и кстати да вот она крышечка крышечка нас одевается крышечка есть теперь нужно поставить ниппель но проблема в том что ниппель для бескамерных шин то есть он такой быстро врезной так сказать быстро монтируемый и вот непонятно стоит нам снимать его с резиновой оболочки или не стоит теоретически что если мы его сейчас монтируем таким образом просто небольшое отверстие его просто будет выдавливать давлением ну как в принципе и шины да и в колесах то есть бескамерных шинах соответственно выдавливая давлением он будет цепляться вот этим бортиком то есть естественно что мы сейчас попробуем сделать а снаружи просто мы его замажем клеем чтобы он не проваливался так сказать вовнутрь чем мы займемся но если уж не получится у меня есть еще один и либо мы этот раскурочим и тогда уже будем думать что делать дальше вылавливаем наш ниппель и пытаемся аккуратно вытянуть наверх главное чтобы снова не порвать бутылку значит у нас бутылка не порвется потому что края опалены они более плотные и есть у нас ниппель вышел вышел по борту сейчас мы это место все зальем клеем еще раз на всякий случай и в целом сама девочка готова будем испытывать но в целом готова я залил клеем можно попробовать немного накачать воздухом попробовать как она будет работать просто на воздухе а дальше уже непосредственно то что я задумал к сожалению комплект для подкачки колес с компрессора у меня немного под накрылся и приходится подкачивать вот таким вот еврейским методом нажимая на золотник но тем не менее не могу конечно сказать сколько там но вы можете видеть что я нажимаю со всей силы она только немного но и ну и опять же то что вот работает самое главное что хотел сделать это налить сюда масло и накачать давление так сказать такая вот импровизированная масленка это обычное льняное масло пищевое я им зачастую обрабатываю детали кстати вот трубка у нас конечно коротковато так как масло само по себе густовато я решил его разбавить растворителем обычно льняное масло разбавляют максимум скипидаром но в интернете я также прочитал что можно а вайспиритом либо 646 растворителем это тоже сделать но применять тогда на посуде и тому подобное и и нельзя естественно потому что вайспирит вонючая хрень поэтому это мы будем применять для наружной обработки примеру садовой мебели нужно смотреть все равно по обстоятельствам опять же сильное давление мне не получается догнать но и само масло даже при сильном давлении бы не продавливалась нормально потому что она тупо густое нам нужно более жидкий состав сейчас попробуем как это будет выглядеть и получится ли что-нибудь целом у меня все-таки получилось победить вернул старую кнопку и у него пропускная способность все таки выше и вот что у нас получается все равно не на очень высоком давлении опять же как сейчас я вычитал в сети растворитель масло помогает глубже проникать дерево как оказывается то есть в целом для пропитки сейчас как раз после зимы в лавочек и кресел садовых это прямо само собой ну и плюс то что растворитель довольно быстро выветривает составляет только масло я думаю что со временем подберем сюда получше пробку либо бы просто эту приклеим кстати как вариант но опять же это не панацея для деревообработки это можно сделать как обычную масленку просто там пример вот на мотоцикле там цепь смазать подобрать более-менее другой состав для смазки цепи и сделать немножечко по-другому либо же сделать что-то типа самодельной вы дышки как вариант тоже поэтому мне кажется что в целом в целом в целом самоделка ничего себе такая учитывая что давление сюда нагнал то совсем слабенько она прожимается пальцами даже но она работает это на самом деле очень сильно упростит обработку сейчас кстати попробую пойду спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал ставьте лайк комментируйте пока пока